Всем привет! На осенних каникулах в гимназии 91 города Железногорск проходит необычное образовательное событие – сборка квадрокоптеров и их запуск. Данное мероприятие – только первое в цепочке мероприятий, направленных на развитие учеников 9-х и 10-х классов гимназии инженерного мышления. В начале мероприятия директор ЦМИТа Павел Иванов прочитал ребятам лекцию об основных этапах сборки и устройстве квадрокоптеров. Здесь у проблем происходит только двигатели. Двигатели создают подъемную силу. Сегодня мы проводим мастер-класс по сборке квадрокоптеров. Целью этого мероприятия является вовлечение молодежи в научно-техническое творчество, передача необходимых знаний. В Железногорске будет создан новый ЦМИТ. Основным направлением, на котором он будет специализироваться, это будут беспилотные летательные средства и их системы, включая низколетящие космические аппараты. В рамках этой специализации мы будем готовить профессионалов к трудовой деятельности. Ребята, разделившись на две команды, приступили к сборке гоночных дронов. Планировалось, что на это уйдет около пяти часов рабочего времени. Сборка квадрокоптера – это непростая сборка конструктора. Здесь необходимо обладать навыками радиолюбителя, уметь пользоваться паяльником, припаивать различные детали к печатным платам. Я хочу собрать квадрокоптера, чтобы он хотя бы, не знаю, хотя бы у него моторчики заработали. Ну, мне нравится делать что-то своими руками, паять там, ну, вообще в этих схемах разбираться. Я пока еще этого не особо умею этим заниматься, но учусь. Для сборки ребята использовали готовые наборы, которые сегодня очень популярны среди конструкторов и инженеров-любителей, занимающихся данным направлением. В этот набор входят рама, моторы, регуляторы полета, воздушные винты, передатчик и приемник, аккумулятор и зарядное устройство. Также в наличии были пульты управления, экшн-камера и очки виртуальной реальности. Я хочу научиться, в частности, собирать квадрокоптеры, работать с электрическими схемами, конструировать. Но это может пригодиться в инженерном деле потом, если я захочу связать с этим свою жизнь. Команды под руководством опытного инструктора все дальше и дальше приближались к конечному результату. После пяти часов напряженной работы стало ясно, что отведенного времени недостаточно, чтобы завершить сборку. Никто не хотел бросать дело на полпути, и работы продолжились. Филиал Красноярского бизнес-инкубатора в городе Железногорске поддерживает инновационное творчество не только рабочей молодежи, но и в том числе и школьников. Создается некое такое сетевое взаимодействие между школьниками и, например, рабочей молодежью, между школьниками и студентами. То есть, как бы, это некая такая состыковка ресурсов технических. Например, сейчас идет Всероссийская Олимпиада национально-технологической инициативы, и бизнес-инкубатор ищет определенных людей, взрослых, которые обладают той или иной компетенцией и помогают ребятам решать задачи какой-то повышенной сложности. Шесть с половиной часов работы. Вот, ура! Первая команда завершила сборку своего квадрокоптера. Пробный запуск. Коптер пытается оторваться от земли. Ему это удается. Но полноценно следить, увы, нет. Что же, отрицательный результат – это тоже результат. В любом случае, ребята получили полезный опыт в области технического творчества. Возможно, в будущем кто-то из них будет представлять команду Железногорска на всероссийских соревнованиях «Аэропикник» по сборке и запуску гоночных квадрокоптеров, которые ежегодно проводятся в городе Красноярске. Николай Кошлев, Степан Самсонов. Специально для АТОМ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова